Добрый вечер. Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». Этот вебинар – продолжение предыдущих вебинаров и в основном рассмотрим позицию 4Т, в частности, техника и тактика трейдинга. Краткое содержание вебинара. Вся эта серия вебинаров направлена на подготовку к основной части, это апрель-май, а именно к торговой системе, автором которой я являюсь «Золотой крест». Торгуем мы вверх и вниз с профитом. И в основном-то этот вебинар, как и все остальные системный вебинар, то есть общий подход к трейдингу, к выбору профессии, к осознанному совершению сделок, риск-менеджменту и способам торговли, именно открытие-закрытие позиций. В течение вебинара я буду иногда переподключаться, потому что связь, как видим, не очень. Итак, система 4Т состоит из следующих параметров. Торговая система, как способ чтения новостного режима, фундаментальный анализ. Торговая система, как индикативные котировки, непосредственно сформированные бары, вложенные таймфреймы, анализ текущего состояния рынка в зависимости от таймфрейма и выбора таймфрейма для совершения сделок, психология трейдинга, которая включает и риск-менеджмент, технический анализ по фундаментальным данным и тактика, и техника трейдинга. То есть это базальные понятия системы «золотой крест», о которой я начну рассказывать на протяжении апреля и мая месяца. Та торговая система, которая разрабатывалась мной на протяжении примерно полугода и больше 9 лет я по ней торгую. Итак, тема сегодняшнего вебинара «Техника и тактика трейдинга». Каждый раз «4Т» – это взаимообусловленные понятия. Почему? Потому что в технике и тактике трейдинга все равно проявляется и фундаментальный технический анализ, управление капиталом, риск-менеджмент, управление риском – это постановка стоповых тейковых позиций, увеличение лота, уменьшение лота и высокочастотный трейдинг. То есть каждое из понятий «4Т» включает полностью в себя законченную торговую систему, в которой трейдер должен ориентироваться. Если у вас по теме вебинара возникают вопросы, прошу писать в чате, я на них с удовольствием отвечу. То есть сейчас краткий обзор предстоящего вебинара и в дальнейшем по пунктам будем рассматривать. Можно сказать, что трейдеры отличаются по психотипу, в том числе и при анализе рынка, и при совершении сделок. Но в конце концов каждый из трейдеров подбирает для себя как частоту совершения сделок, так и таймфрейма, на которых он анализирует рынок. То есть система «4Т», как основное положение торговой системы «Золотой крест», построен каждый раз на полном осознании необходимости совершить сделку, выбор таймфрейма, расчет рискового капитала, расчет рынка, сессии, инструмента, расчет ценовых уровней, в особенности от новостного режима фундаментальный анализ и тенденции рынка. Можно сказать, что сегодняшний вебинар это заключительная часть подготовительного периода к изучению основных положений правил торговой системы «Золотой крест». Если вопросы у вас появились, прошу задавать их в чат. Возможно ли систему запрограммировать на МТС? Да, возможно. Один из первых индикаторов, который был создан именно по правилам торговой системы. Индикатор написан в одном экземпляре. Я им пользуюсь. Эту систему можно запрограммировать. Кстати, программиста я ищу. Техническое задание давно готово. Эта система есть так называемая система анализа рынка. Называется GreenMama. Это американская система, которая анализирует весь открытый рынок в окне обзора рынка. То есть, если в торговом терминале открыты инструменты, то по определенным правилам GreenMama анализирует все торговые инструменты. Если это касается только индексов или акций, скажем, есть десятка ведущих предприятий американских. Если десятка S&P опережает общее состояние индекса NASDAQ, то это означает, что десятка растет, а следом подтягивается и второй эшелон. К тому же замечено, что если эту систему GreenMama применять на рынках и торговать именно с учетом анализа ведущих предприятий Америки при возникновении дивергенции, то есть разница процентного роста между индексом S&P S&P и NASDAQ сотка, то всегда ведущим является индекс S&P, а сделки совершаются по индексу NASDAQ. В этом случае трейдер всегда практически работает в плюс, поскольку десятка всегда совершает более быструю реакцию на рынок, а сотка немного запаздывает. Запаздывание выражается до 15-20 и более минут. То есть трейдер в этом случае имеет хороший инструмент для анализа рынка для совершения сделок. в частности для написания МТ «Золотой крест» я программистов ищу. Со временем правила совершения сделок по торговой системе усовершенствовались и в принципе эта система может быть запрограммирована в том числе и для анализа рынка ручная торговля и как автоматическая торговая система. Но вернемся к теме сегодняшнего вебинара. в общих чертах торговая система показана сейчас на индексе S&P это июньский контракт он заканчивает экспирацию экспирация контракта будет в июне месяце и в принципе с учетом таймфрейма вложенные таймфреймы техника и тактика торговли происходит анализ рынка торговая система подает сигнал о том что рынок или перегрет или находится во флете или формирует пробой надбойные уровни в этом случае включаются условия работа в канале на флетовом рынке работа на пробой вверх покупка и работа на пробой вниз продажа сейчас я покажу нефть совершенные мной сделки на тридцатке слк 3 крутой и в принципе эта система позволяет очень легко анализировать рынок ставить стоповые тайковые позиции ну тут смена контракта была поэтому SLG уже не рабочий контракт по SLK я только сегодня закрыл все сделки на покупку по нефти стоял экспирация контракта будет вскоре ну общий принцип я начну объяснять в апреле мая месяце именно способ торговли по золотому кресту многие понятия вы встречали в интернете это понятие о спреде о ренде о хедже о локальных экстремумах на выбранном таймфрейме о ценовых уровнях это хорошо видно на контракте к Рудойу предназначен этот график для анализа не для совершения сделок многие брокеры так делают и если система дает достоверные сигналы выясняется ценовой канал уровня сопротивления поддержки то сделки совершаются именно без отступления от правил это понятно если есть вопросы прошу задавать в чат к технике и тактике трейдинга относится расчет позиции в частности я очень часто пользуюсь правилом не допускать моржевое покрытие менее чем 1000% это позволяет в частности на новостях по кипрской ситуации это мне позволило по той же нефти иметь в минус около 100 долларов все позиции были успешно закрыты чисто психологический расчет кипрские банки это в основном банки которые обеспечивают течение денежных потоков для многих рынков в том числе и контракты по нефти я прочитал новость что ликвидность многих энергогенерирующих компаний резко снизилась то есть ликвидность в этом случае имеется ввиду наличие свободных средств для оперативных расчетов поэтому вне зависимости от уровня отложенные ордера по нефтяным контрактам у меня стоят где-то от 88 88 85 я зашел в рынок и успешно закрыл эти сделки то есть снижение ликвидности на международных рынках всегда приводит к тому что деньги начинают стоить дороже и сырьевые ресурсы начинают расти ну работе на фондовых рынках я провожу обучение поэтому вопросы по обучению прошу на сайте forex.is написать не в личку или в skype там все данные мои указаны и так техники и тактики трейдинга относятся анализ рынка технический анализ по фундаментальным данным это вы берете в любом доступном календаре в частности если в календаре при фильтрации новостного режима по выбранному инструменту вы наблюдаете снижение покупательной способности уменьшение заработной платы безработица сохраняет прежние уровни то это всегда означает что инфляционные процессы растут покупательная способность падает так называемые оперативные денежные потоки снижаются в частности по киберской ситуации я уже объяснил это снижение ликвидности у энергогенерирующих компаний то есть ликвидность для расчета за осуществленные поставки оперативная ликвидность затем кипрский вопрос будет еще очень долго так сказать влиять на рынки это видно потому что все индексы при хорошей американской статистике пошли вниз и доллар пока находится во флете российское правительство заявило о том что будет пересматривать наличие евро в мультивалютной корзине сейчас 41-40% примерно занимает евро в мультивалютной корзине скорее всего в сторону понижения кипр предложил газпром участвовать в разработке газоносных месторождений на шельфе там громадные запасы газа обнаружили но газпром пока никак не отреагировал и кипрский вопрос очень сильно влияет именно на рынке на рынке на текущую ситуацию таким образом если рассмотреть любую ситуацию по еврозоне торговый баланс Германии снизился Франция снижение минусовая зона немцы производство падает то есть в основном недавно я прочитал аналитику по российскому рынку покупательная способность резко в России также сокращается из склады затоваренной готовой продукции соответственно нужно учитывать что рынки имеют ценовые уровни имеют коррекционные уровни международный аспект именно кипрской ситуации привел к тому что наконец-то еврогруппа договорилась о помощи Кипру но перекос по договору в том что многие успешные банки также будут подвержены санкциям то есть кипрский вопрос это вопрос не на один месяц скорее всего рынки после кипрской ситуации станут несколько другими то есть тактики и техники трейдинга относятся при дальнейшем развитии это способность быстро анализировать рынки по Америке тинг-лонг тинг-лонг-тем печис то есть операции совершенные на открытом рынке видим что инвесторы начали выходить из Америки то есть ликвидность посредством в штатах начинает сокращаться это все сделки на открытом рынке эта новость имеет долгосрочный эффект на рынке то есть инвесторские средства вышли из долговых расписок из промышленных акций и так далее и в конце концов индексы начали корректироваться то есть почему выгодно торговать индексами потому что индекс обычно отражает общую позицию по всей промышленности соответственно при правильном анализе ситуации сейчас я включу график для анализа не текущий контракт это будет понятней то есть видно что S&P сделал очередной хай исторический хай и начинает корректироваться коррекционная зона очень просто выясняется путем простого графического анализа то есть можно сказать что сейчас индекс S&P находится на историческом хае здесь видно что коррекционная зона именно располагается на этих ценовых уровнях соответственно все позиции вне зависимости от состояния рынка но все равно нужно учитывать сезонную тенденцию американские индексы обычно снижаются летом выясняется очень хорошая ценовая коррекционная зона подтвержденная на истории то есть благодаря быстрому анализу по фундаментальным данным это операции на открытом рынке Tick Long Term Purchases инвестиции из Америки стали уходить то есть просто инвестиции стали переходить на счета трейдеров которые участвовали в сделках на американских рынках плюс ситуация по по Кипру соответственно рынки находятся в стадии коррекции и российский рынок с утра наверняка отреагирует российский фондовый рынок отреагирует снижением индексов как долго будет коррекция происходить это неизвестно почему потому что рынок не имеет ни high ни low движения бывают очень так сказать непредсказуемые для этого применяется постановка стоповых тейковых ордеров лучше предоказанной тенденции на рынке совершить перезаход то есть пускай стоповая позиция отработает или трейдер сам закрывает минусовую позицию вручную или по стоп-лоссу потом трейдер совершает перезаход также видно что сфера потребления промышленными предприятиями США растет значит формируется долгосрочный запас как сырья так и полуфабрикатов на американских предприятиях соответственно это временная тенденция при которой американские рынки находятся в коррекции трейдер видит на графике соответствующую ситуацию индекс S&P десятка находится на максимальных значениях то есть очень удобная позиция для совершения продаж по рынку в зависимости от ценовых уровней поэтому как я уже указал 4T это каждый раз при хорошем навыке анализа текущей ситуации фундаментальных данных ценовых уровней трейдер очень быстро совершает расчет позиции по рынку видно что зона поддержки будет находиться на уровне 1430 примерно по S&P и трейдер подбирает время открытия сделки именно на продажу по текущей ситуации при фундаментальных данных именно по инструменту S&P индекс в то же самое время так называемые penny stocks это USD5 5 долларовые акции mini size do имеют тенденцию более поздней реакции как на новостной режим у трейдера есть запас примерно в 15-20 минут для того чтобы анализируя рынок по более быстрому инструменту десятка совершать сделки по более медленному инструменту это NASDAQ или 5 долларовые акции так они называются USD5 то есть это я уже прихожу к понятию о высокочастотном трейдинге так я переподключу сейчас таким образом одно из понятий трейдинга как так техника и тактика трейдинга это так называемый высокочастотный трейдинг то есть совершение большого количества сделок при доказанной текущей ситуации по рынку в чем это выражается это специальная техника торговли когда трейдер при каждом хай просто увеличивают позицию ну в частности по индексу мы рассмотрели это позиция на продажу увеличивает с учетом рискового капитала в этом случае лоссовые позиции можно не устанавливать стоп лосс почему потому что движение по рынку как я уже показал происходит на более быстрых инструментах более медленные инструменты имеют тормозную зону позже реагируют то есть десятка S&P и сотка по NASDAQ в том числе и пятидолларовые акции это все индексы то есть проанализировав рынок по индексу S&P различие очень большое сейчас я это покажу на примере на примере двух индексов это индекс S&P и индекс NASDAQ сотка главное для трейдера выбрать правильный таймфрейм то есть чем больше таймфрейм тем больше риски которым подвигается трейдер соответственно индекс можно настроить более быстрый на 4 часа а более медленный индекс настроить на 15 это кратность подбора таймфреймов для совершения успешных сделок сейчас я возьму 10-минутные таймфреймы и более подробно объясню ситуацию при масштабировании графика все это очень хорошо видно насколько индексы запаздывают по отношению друг к другу в этом случае можно так сказать работать без топовых позиций хотя я не очень так сказать отношусь к этому хорошо видно начало движения по индексу индексу S&P начало задержка по NASDAQ и дальнейшее движение то есть если трейдер выбирает для себя финансовый инструмент тактика и техника трейдинга то он должен четко осознавать что есть опережающие данные это чисто ценовые графики без нанесенных индикаторов видно что дивергенция между ценами в процентном соотношении именно отношение стоимости индекса и кратность представления в другом индексе даже на первый взгляд различия очень сильно заметно это так называемое опережание торговля здесь можно просто начинать увеличивать количество лотов работа по технике на пробой ценовой зоны задержка по времени NASDAQ S&P более быстрый индекс сотка применение для анализа текущей ситуации по рынку именно техника и тактика трейдинга именно чисто техника даже фундаментальные данные здесь анализировать не надо почему потому что сам вид цены показывает трейдеру что если десятка начинает опускаться то следом идет более медленный индекс сотка то есть позиция на продажу просто увеличивается так называемый высокочастотный трейдинг даже существуют специальные инструменты для анализа разницы между двумя похожими в одной группе инструментов инструментами то есть два индекса S&P и NASDAQ прописывания индексов с учетом кратности представления в индексе цены это так называемый индикатор инструмент называется его нужно немножко переписать и потом можно совершенно спокойно пользоваться эта группа индикаторов уже на рынке как вспомогательное средство для трейдера существует таким образом если у вас есть вопросы по теме сегодняшнего вебинара мне нужна обратная связь любые вопросы которые вас интересуют именно как серия вебинаров моя профессия трейдер именно для практической торговли сразу как в самом начале я отметил что система вебинаров моя профессия трейдер была основана на реальных рынках реальных торговых системах и что в любой торговой системе находится целостный подход который позволяет анализировать как и фундаментальные данные текущий новостной режим учитывать всевозможные ситуации которые возникают в мировой финансовой системе это в частности кипрский вопрос капитализация банков превышает так нам называемый гроз доместик продакт валовый доход в 900 раз 900 процентов соответственно банковская система в конце концов сбой и дала при том пострадало очень много брокерских фирм частных инвесторов которые держали средства на кипре и движение по евро и usd совершенно предсказано и прогнозировано то есть ситуация такова что даже вот по этому простому анализу до сих пор большинство частных лиц с которыми относятся и трейдеры доступа к счетам не имеют то есть в рынок средства не выводятся получается снижение ликвидности плюс списание части средств со счетов частных вкладчиков то есть таким образом трейдинг как профессия это всегда совокупность правил которым следует трейдер при анализе рынка текущий новостной режим ситуация по кипру будет иметь отклик для всех мировых финансовых рынков в течение примерно 4 месяцев полугода сезонность рынков которым относятся и тенденции сезонные по американскому рынку по европейским рынкам в частности есть положение о том что если американские рынки экономика начинает оздоравливаться и рынки начинают расти то европейские рынки начинают страдать то есть сложилась двойная ситуация которая говорит о том что необходимо сейчас пару евро и USD продавать буквально по рынку это видно на том примере что евро попало в ценовой канал горизонтальный канал и из него практически пока не выходит то есть это хорошая возможность для трейдера работать внутри ценового канала и так эти две новости киборская ситуация то есть падение европейских рынков евросистемы рост американской экономики рост американской экономики привели к тому что сейчас удобная позиция для торговли по индексам по всем индексам в том числе европейским которые представлены на американском рынке совершение сделок по условиям риск менеджмента то есть рисковый капитал рисковый капитал это тот капитал которым трейдер может войти в рынок купить или продать тот или иной инструмент и четко ограничить риски я применяю схему 20% риска то есть в рынок я выхожу не более чем 20% от суммы от размера депозита это позволяет этой суммы совершенно спокойно рисковать в управлении риском включается постановка стопов и тейков профит лосс в случае получения профита увеличение лота в случае получения лосса сокращение лота и высокочастотный трейдинг то есть по нефти за прошедший месяц я совершил примерно около 20-25 сделок вопрос о различиях между торговой системой и торговой стратегией практически элиминирован или уменьшен тем что торговая система включает в себя полный свод правил в которой стратегия является стратегия является скажем так долгосрочной позицией а тактика является реализация ближайших целей которые поставил трейдер то есть стратегия это долгосрочная рассчитанная позиция рынки готовятся коррекции новостной режим для принятия решений по продаже индексов благоприятны тактика тактика и техника это сессии различных торговых зон тихоокеанская азиатская европейская американская и количество средств которые трейдер может выпустить в рынок выйти в рынок и затем вернуться в наличные средства это понятно да то есть можно сказать что торговая система это часть торговая стратегия это часть торговой системы я переподключаюсь то есть на каком-то из этапов трейдер начинает понимать что стратегия глобальная стратегия при правильном анализе рынка реализуется через технику и тактику трейдинга то есть тактика это подбор временной сессии самая активная сессия это американская сессия на американской сессии происходит максимальное движение рынка каждая сессия из четырех сессий имеет начало сессии хай сессии лоу сессии и коррекцию это уже техника и тактика торговли на торговлю внутри диапазона по параметрам сессии по размаху и на пробой есть даже специальная техника торговли на пробой азиатской сессии то есть Европа тестирует обычно азиатскую сессию ценовой канал и работа на пробой это выше Азии на покупку или ниже Азии на продажу то есть чем уже спред возникает по азиатской сессии тем ближе разворот тренда чем дольше формировался ценовой канал это может быть и одна сессия и целая торговая неделя тем больше будет движение последующее конечно трейдер должен привыкнуть к тому что иногда средства теряются в этом случае риск менеджмент это постановка стопов тейков и расчет количество лотов расчет позиций которую трейдер может открыть не очень сожалея о потерянных средствах понятно да если у вас возникают вопросы прошу в чат писать их форекс тем отличается что здесь так сказать очень большое влияние имеют поставщики котировок в моменте спред может зависимости поставщика котировки отличаться в каждую сторону на 10-15 пунктов надо учитывать что весь слипич который вы получаете в торговый терминал в принципе это манипуляция вашим дилинговым центром то есть я предпочитаю работать с фьючерсами то есть каждый момент я могу проверить цену которая была в рынке на форексе такое так сказать это невозможно сделать почему потому что поставщиков ликвидности очень много дилинговые центры имеют особенность иногда выдавать так называемую all tick старую котировку затем валютные пары если было движение евро usd и out usd практически донаправленная против пары американский доллар японская иена также и по золоту то в последнее время эта тенденция стала уменьшаться и прямой корреляции уже нет то и сейчас при благоприятной экономической ситуации в Америке видно что пара которая наиболее точно отражает состояние американской экономики usd японская иена находится в коррекционном ценовом канале в то же самое время как многие аналитики отмечают возможен рост пары usd японская иена до 100 ближайший ценовой уровень который я определил для себя это 98 по отношению к японской иене более просто работать с группой индексов с учетом того что S&P это десятка NASDAQ это сотка ведущих предприятий Dow Jones пятерка пятидолларовые акции это можно сказать первый второй третий эшелоны то есть индекс S&P является и движение по индексу опережающим индикатором NASDAQ это более медленный индекс то есть можно анализировать S&P и совершать сделки по индексу NASDAQ это позволит трейдеру практически постоянно работать в плюс еще раз хочу отметить что сейчас прямая корреляция по движению валютных пар все меньше и меньше имеет значение об этом в частности и говорит новостной режим что рынки стали более регулируемы и управляемы года полтора два тому назад была новость что в большинстве случаев крупные игроки на рынке при отсутствии позиций в рынке просто генерируют котировку то есть на самом деле сделки по этим ценам не совершаются это примерно до 80% движения рынка то есть есть крупные ценовые уровни подтвержденные объемами эти уровни можно прочитать в так называемом commitment of traders то есть заключенные сделки на фьючерсных рынках по многим инструментам в том числе и по индексам и по парам в частности 6E это фьючерс на пару евро американский доллар евро USD это понятно да то есть на сегодняшнем вебинаре я хотел подчеркнуть ту мысль о том что торговая система включает в себя полностью вот правил от которых трейдеру лучше не отступать и совершать сделки именно по правилам торговой системы то есть фиксировать прибыль фиксировать убытки подсчитывать успешность сделок только лишь после окончания сделки и сегодня можно сказать это заключительный вебинар в подготовительной части перед изучением торговой системы золотой крест именно техника и тактика трейдинга то есть выбор сессии время сессии состояние рынка технический анализ по фундаментальным данным и расчет стратегии тактики входа в рынок если в частности по индексам рынки находятся на самых хаях исторических то скорее всего будет коррекционная зона и трейдер может совершенно спокойно увеличивать позицию с учетом риск менеджмента мани менеджмент на продажу именно по группе индексов это самая простая торговая система практически не нужно анализировать так называемые дивергенции конвергенции таймфреймы и так далее если вы нашли исторический хай или лоу значит скорее всего будет коррекция инструментов в рынке очень много великое множество поэтому если формализовать торговую систему построенную на анализе рынка это прежде всего поиск локальных экстремумов то есть низшая цена и статическое подтверждение ценовой канал и движение в ценовом канале то есть любая торговая система подлежит формализации в этом случае аналитическая торговая система написанная именно в программном коде будет уже механической торговой системой то есть роботом который торгует на рынке один из вопросов который я поднимал сегодня это высокочастотный трейдинг высокочастотный трейдинг будет основан на большом количестве совершенных сделок именно по рынку это можно торговать и по сетке то есть по евро и USD в частности очень большое значение имеют так называемые опционные уровни опционные уровни делятся кратно 0.50 100 с 10% коррекционной зоны то есть 0.10 40 70 90 110 это торговля по сетке если посмотреть на опционные на опционные уровни то так сетка и построена 1.28 1.28 1.28 1.25 1.29 1.29 1.29 1.50 1.300 и так далее то есть вот сетка по которой можно совершать это понятно да то есть надеюсь что сегодня мне удалось тему раскрыть для лучшего понимания слушателями в принципе у членов Голд Клаба имеется доступ ко всем вебинарам и к вебинарам нужно готовиться даже прослушав предыдущие вебинары потому что каждый последующий вебинар является продолжением серии вебинаров теперь я ожидаю ваши вопросы сделаем небольшой перерывчик на 5 минут вы вопросы подготовьте я с удовольствием отвечу это понятно да давайте сейчас я покажу опционные уровни это в том смысле интересно тем что это так называемая торговля по сетке торговля по сетке с учетом опционных уровней при нахождении рынка во флете я обычно торгую по простейшим торговым системам в том числе и в частности на основе собственных индикаторов это я торгую в диапазоне торгую на пробой от уровня и торгую на отбой от уровня в частности по нефти я работал на покупку больше 20 сделок было совершено сейчас я покажу ту самую сетку опционные уровни никак он не хочет почему-то брать опционные уровни лучше если сделаю на это на экране подожди подожди Назапись. Итак, сегодняшний вебинар подошел к концу. Еще раз хочу отметить, что все вебинары построены по одной схеме. Это системный трейдинг. Моя профессия трейдер. И уже в апреле-майм месяце будем рассматривать непосредственно торговую систему, которую я проверил в рынке более чем за 9 лет. Поэтому, если вопросов нет, благодарю за внимание. Удачи в торговле. Я работаю практически на всех инструментах. То есть, обзор рынка. Это те инструменты, которыми я работаю. Все эти инструменты вы сейчас можете видеть на мониторе. Это около 40 инструментов. И в зависимости от состояния рынка, я торгую те или иные инструменты. Если в частности, вот сейчас по сахару, даже с учетом того, что перепроизводство сахара и складские запасы выросли, тем не менее, по группе сахара и соя, скоро я начну приобретать контракты на самых низких ценовых уровнях. То есть, это сезонная торговля. А так, примерно в обзоре рынка у меня находится около 40 инструментов. Вопросы еще будут. Вот те инструменты, которые представлены у меня именно в торговом терминале. По ним я совершаю анализ всего рынка. Подбор инструментов таков, чтобы получить наименьшие своповые позиции. Таймфрейм, на котором проводится анализ. Ну, в частности, я сегодня показал способ анализа по S&P. Именно движение от хай, исторический хай, и позиция, которую трейдер мог наращивать с учетом предыдущих исторических значений. К тому же, что S&P является более быстрым индексом. В этом случае анализируем рынок по S&P, а сделки совершаются по NASDAQ, по индексу NASDAQ. То есть, это способ управления риском. Потому что даже визуально, безо всяких индикаторов, заметно, что графическое представление цены отличается. И то, что индекс S&P является опережающим индикатором для движения цены по индексу NASDAQ. Это простейший способ адаптации трейдера в рынке. Поэтому, если вопросов нет, благодарю за внимание. Удачи в торговле. Продолжение следует...